Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Начитываю книгу Владимира Марцинковского в записке верующего. Заголовок. Религиозная жажда. Гибель народу без слова Божия, ибо жаждет душа его слово. Достоевский. Вернувшись однажды вечером домой, я нашел у тебя на столе письмо. Спешно вызывающий меня в Тулу для чтения лекций. Нужно было ехать в тот же вечер, так как зал был снят на завтра. Я поспешил на Курский вокзал. Указ состоял в длинной очереди. Ко мне подошел какой-то господин, предлагая перекупить у него билет, оказавшийся ему ненужным. Я отнесся к нему с недоверием, опасаясь за действительность билета, но все же взял его и хорошо сделал. Ибо, как потом выяснилось, тот день на Тулу больше билетов не продавали. Ехать было очень неудобно. Пришлось стоять на площадке с выбитым окном. Был мороз, дул резкий ветер. Предстояло часов семь пути, и при том ночью. От усталости желаю укрыться. От ветра я опустился на пол. Место мое было как раз у открытого окна. И сел между солдатский сапог, так как вся площадка была забита красногвардейцами. Каждый из них по очереди придерживал у разбитого окна большой грубый мешок для защиты от холодного ветра. Один из солдат похвалялся грабежами и убийствами, в которых он участвовал в дни революции. Я не выдержал. Встал из своего уголка и спросил рассказчика. Разве Христос в Евангелии учил так делать? Они, что мы его читали, мы только крышку Евангелия целовали. А что в нем писано, того не знаем. Поистине, гибель народу без слова Божия. В этих откровенных словах заключается разгадка и русского безбожия, и нравственного одичания. По крайней мере, в их значительной части. Об этом я размышлял, опустившись опять в свой уголок на дне площадки. Через некоторое время мои мысли были прерваны. Товарищ, вставай. Твоя очередь держать мешок. Я встал и, прижимая мешок локтями, прислонился к раме. Сердитый ветер врывался через щели и немилосердно обдавал меня стужей. Вот и Тула. Типичный для старинных среднерусских городов крем с храмом и зубчатыми стенами. Знаменитый оружейный завод, работающий по-прежнему. В этом городе были прочитаны мной лекции для гимназической молодежи. Через некоторое время с этой целью я был приглашен в Рязань, в дом юношества. Здесь я читал несколько раз при переполненном зале. Видно было, что молодежь чувствует себя на распутье и силится среди множества лозунгов и призывов найти верную дорогу. Для нее специально я разработал несколько лекций. Молодость и жажда подвига. Душа молодежи. Новый строй и нравственные задачи молодежи. И тому подобное. Единственное, что может удовлетворить молодежь, говорил я, это прекрасное действие в жизни, то есть подвиг. Без него жизнь будет лишь неподвижным движением. Религия без подвига – это религия старости. Подвиг без религии неосуществим. Я ставил перед молодежью два вопроса. Первое. Удовлетворяет ли ее призыв Христа к подвигу жертвенной любви? Второе. Нуждается ли молодежь в благой вести Евангелия о Христе как источники творческой силы? Другими словами, нужны ли птицы крылья? Я старался говорить им их собственным языком. Например, цитируя слова из одного студенческого письма, полученного мной. Страшно потерять молодость. Между тем, учение Христа есть Евангелие вечной молодости. Тот, кто прожигает молодость для себя, тот потеряет ее. И никогда, оглядываясь на свое прошлое с его светлыми порывами, будет переживать Тургеневскую печаль. Как хороши, как свежи были розы. Но тот, кто отдаст свою молодость Христу, тот ее приобретет. Тот постигнет тайну вечной бодрости, энтузиазма и творческой силы. Молодость Христу. И скорее, пока душа отзывчива на все возвышенное и прекрасное. Смотри, чтобы день жертвоприношения не склонился к вечеру. Прежде чем ты успеешь положить дар твой на жертвенник. Тагор. Новый строй, устранивший старые внешние авторитеты, ставит перед молодежью новые задачи. Предоставленная самой себе, она более чем когда-либо нуждается в выработке духовной самодисциплины и нравственной самообороны против тлетворных влияний жизни. Молодежь чутко прислушивалась к призывам Евангелия. Образовались кружки для его изучения и практического. Деятельного применения заветов любви и чистоты в жизни Я получал много писем от молодежи В них много было благоуханного юношеского идеализма Но рядом звучали ноты, сомнения, искания, иногда отчаяния Одно из этих писем постигла странная участь Некий юноша, студент, писал мне о своих религиозных сомнениях Прося совета, как их преодолеть Каково же было его удивление и разочарование Когда он получил на это письмо ответ За подпись моей фамилии, следующего содержания Друг мой, неужели вы уверите, что я искренне проповеду религию? Я делаю это только потому, что мне хорошо платят Хорошо, что юноша показал это письмо той даме, хорошо знавшей меня Которая посоветовала ему написать ко мне Тогда все выяснилось Письмо было кем-то перехвачено И этот злой шутник взялся подделать мой ответ Но нет ничего тайного, что не сделалось бы явным Вскоре я был приглашен для чтения лекции Во Владимирско-губернский культурно-просветительского отдела местного исполкома В этом городе я читал однажды еще в 1916 году И теперь мои знакомые содействовали данному приглашению Я отправился туда с одним студентом По приезде мы сразу натолкнулись на препятствие Оказывается, под влиянием одного педагога-материалиста лекция была отменена Почему вы нам не сообщили? Мы напрасно приехали Не успели Но все к лучшему Мы решаем попытаться все же устроить лекцию Хотя бы в другом помещении Первоначальный исполком предоставил для нее народный дом Наша знакомая, местная жительница, отправилась искать зал Мы вдвоем встали на колени и просили помощи у Бога Скоро дама вернулась, сказав, что для лекции предоставлено железнодорожное депо Мы начали действовать Написали синим карандашом афиши с заглавием «Евангелие и свобода» Сварили из муки клею и пошли на главную улицу Студент несет бутылку с клеем и пачку афиш Я его сопровождаю Останавливаемся у первого столба для объявлений Мой друг молча, флегматично и медленно намазывает место клеем Проходящий останавливается Молча с любопытством дожидается, что за афиша будет наклеена Толпа увеличивается Мы идем дальше Опять любопытные Никто не спрашивает о разрешении Вечером в 7 часов идем в депо Там уже заранее должны были поставить столик для продажи билетов Но в зале мы застаем неожиданную картину Он переполнен Столик, да и скамьи в зале были смыты нахлынувшей толпой Люди громоздились и на эстраде Передо мной было море голов Куча записок с вопросами росла передо мной на столике Типичные вопросы Существует ли Бог? Верите ли вы в мощи? Кто написал Евангелие? Существует ли загробная жизнь? Верите ли вы в чудо? После лекции была оживленная беседа На другой день в местной газете появилась заметка С выражением благодарности за популярное изложение евангельских истин Столь необходимов наше тревожное критическое время Так Бог отверст нам дверь для слова и в этом случае Однако то или иное препятствие перед лекцией я наблюдал как правило Оно подтвердилось вскоре еще в одном случае А именно во время посещения маленького старинного русского городка Владимирской губернии Юрьево-Польского Куда пригласили меня знакомые Приехав туда я вздумал наклеить на улицах Выпущенное нашим кружком еще в начале революции Воззвание чисто религиозного характера В нем русский народ призывался к мирному труду И взаимному единению в духе Евангелия во имя Христа Только наклеил несколько этих листочков Как вдруг подходит ко мне милицейский Вы что тут клеите? А разрешение у вас есть? Кто вы? Откуда? Пригласил меня в исполком Так как раз происходило деловое собрание Там происходило деловое собрание Сидели простые русские люди из мещан и рабочих Они отнеслись ко мне не с угрозой, а с любопытством Я прошу отпустить меня, так как я должен читать лекцию Не тут-то было, оказался задержанным Сижу час-два Наконец врывается в заседание знакомый врач Который участвовал в приглашении меня из Москвы Выясняется моя личность И меня милостиво отпускает Правда, Стоевский, не только, когда говорит Гибель народу без слова Божия Но и во второй половине этого знаменитого изречения Ибо жаждет душа его слова И всякого прекрасного восприятия Лишнее доказательство этого я видел в русском Манчестере Иванове-Вознесенске Под лекцию был снят городской театр Когда я пошел туда, я увидел огромный хвост на площади Это покупались входные билеты Весь театр с тысячи мест был заполнен В беседе выступал известный коллекционер И владелец знаменитого местного музея Бурылин Он обратился к молодежи с кратким свидетельством о Боге Тут в прошлом году один юноша покончил с собой Оставив записку Если Бога нет, жить не стоит Это печальное, но убедительное доказательство В пользу необходимости веры Сказал он В заключении я пригласил желающих прийти на другой день На специальное собрание Для более близкого изложения вопроса по Евангелию Мы думали воспользоваться для этой одной из комнат театра Ожидая человек от 50 до 100 Каково же было наше удивление, когда я увидал на другой день Опять полный театральный зал Хотя уже не так набитый, как накануне Между тем я намеревался в тебе прочесть не лекцию А одну из глав пророка Исаии Жаждущие Идите все к водам Даже и вы, у которых нет серебра Идите, покупайте и ешьте Мои мысли, не ваши мысли Не ваши пути, пути мои, говорит Господь Но как небо выше земли Так пути мои выше путей ваших И мысли мои выше мыслей ваших В иное время было бы странно выступать с Библией со сцены театра Я упомянул об этом в своей речи Мы зачастую превращаем храм в театр А на самом деле нужно театр превратить в храм И вот революция духа приведет к этому и уже приводит Материальная революция не может удовлетворить нас Нужно еще и преображение духа Я видел у вас на улицах колодцы Около каждого стоит икона По-видимому для освящения воды Но был некогда день на земле Когда у одного колодца в Палестине сидел сам Христос И он звал душу человеческую к утолению Ее духовной жажды водой живой Всякий пьющий воду сию вас жаждет опять А кто будет пить воду, которую я дам ему Тот не будет жаждать вовек Но вода, которую я дам ему Сделается в нем источником воды Текущей в жизнь вечную Там же была объявлена специальная лекция для молодежи Нам позволили собраться в зале женской гимназии Однако в час лекции собравшимся было объявлено Что в здании гимназии она состояться не может Вследствие карантина Между тем толпа учащихся выросла до внушительных размеров Было человек пятьсот Стали вноситься разные предложения В результате остановились на каком-то клубе И пошли в семь массы Это было оригинальное шествие молодежи по улицам В такое время, да еще в этом огромном рабочем центре Пришли к зданию, но и тут препятствие Надо добиться разрешения Ведутся переговоры по телефону Но толпа молодежи лавой устремляется по лестницам Заливает зал Шум, гвалт, как обычно среди юношей и подростков Они стоят близко около меня Я говорю почти в упор Излагаю свои мысли на тему Отвечает ли Евангелие запросам молодежи Я верил и верю Что русская молодежь обладает глубокой, пытливой душой Жаждущей цельности в жизни Как это выражает у Достоевского Алеша Карамазов Пойти за Христом не значит сходить к обедни И отдать все Христу не значит дать два рубля нищим Мне всегда казалось, что именно к молодежи обращено прежде всего Евангелие Во всяком случае, к людям, молодых духам Способным мечтать, дерзать, томиться и жаждать Умеющим прямо смотреть на солнце В то время как люди старой душой Предпочитают полусвет мещанских идеалов сытости и самодовольства О юность, мощь тебе орлинная летать Мишкевич Заголовок у анархистов Анархизм относится характерным элементам русской души Ибо безначалия, безудерженность и иступление Искуни ей родственны и близки Все дисциплины государства народная душа имеет два выхода Или она падает вниз в подполе первобытного, разузнанного дикаря Это безначальная стихийность, варварство, свобода без дисциплины Или она поднимается вверх, над государством Из царства необходимости в царство положительной, творческой свободы Царство благодати Здесь государство не нужно, поскольку в душе царствует Бог Однажды весной 1917 года, проходя по улицам Полтавы Я встретил агитаторов с кружками для сбора денег в пользу какой-то социалистической партии Я отказался платить, сославшись на то, что я к этой партии не принадлежу Какой же вы партии принадлежите, товарищ? Теократический анархист Брякнул я им по ушутя Что-что? Это что-то еще новое опять? Государство совсем не будет нужно Когда человеческий авторитет уступит место Богу Посмеялись и отошли от меня Но в самом деле, разве неверно будет сказать Что лучшая политика там, где нет никакой политики Там, где мыслями, чувствами и поступками человека управляет высшее абсолютное существо Деятельность анархистов заметно оживилась зимой 1917 по 1918 года в Москве Я посетил некоторые их идейные центры Желаю ближе познакомиться со взглядами вожаков этого движения Один из этих центров находился в здании купеческого клуба На Малой Дмитровке Недалеко от Страстного монастыря Большой серый дом Шикарная темная лестница Широкая темная лестница Темноватый зал Молодой анархист в штатском С винтовкой за плечами Солдат Черной гвардии Направляет меня к бледному молодому человеку, сидящему за столом Его большие глаза сверкают, как угли Имя у него, как нельзя, более подходящее Лев Черный Он насиделся в тюрьмах при царском режиме И теперь тоже вот у власти Короткими фразами он раздает поручения Вы такой-то Пойдите в подрывном отряде Вы кто? Желаете вступить в Черную гвардию? Имейте рекомендацию Что? Этот товарищ недостаточно для нас Он охотно беседует со мной Развивая свои взгляды относительно свободы сильной личности Ото всего веет, как и от черного флага Развивающийся со мной улицы Темный, зияющий бездной смерти Глядящий из глазных впадин черепа Грустно, грустно, как на кладбище Так жалко этих молодых людей Души которых отравлены ядом смерти Настрадались они и озлобились Не в виде света А душа томится в тисках несвободы В беспомощных оковах Священного закона железной решетки Тесно орло в клетке Если нет сил освободиться То хоть попытаться разнести в дребезги напором Могучего разлета Ненавистные железные прутья И тут же сложить свою буйную голову Лучше умереть за свободу Чем томиться в неволе Но ведь еще лучше жить в радостной Творческой свободе Без Бога она недоступна человеку Разве не принес нам Христос Евангелие свободы Познайте истину И истина сделает вас свободными Всякий делающий грех Есть раб греха Если сын освободит вас То вы истинно будете свободны На мои слова Лев Черный усмехнулся Мягкой грустной улыбкой В религию он не верит Хотя и уважает искреннюю Свободную веру Увы Ему знакома лишь религия Богорабства И неведомого свобода Богосыновства Прощаясь Он направляет меня К заведующему отделу пропаганды И тот снабжает меня Анархической литературой С интересом он выслушивает Мое приглашение На религиозные собрания Выражая им сочувствие Уже потому что они свободны Несколько позже Проходя по собачьей площадке У арбата Мимо красивого особняка Бывшего сербского посольства Я прочитал на нем надпись Союз немедленных социалистов Вхожу Опять секция анархистов Мне охотно дают объяснение Относительно данной фракции За столом сидят и пьют чай Живут на началах коммуны Причем на нужной партии Производятся экспориации Магазинов По ордену комитета Приводят меня в маленькую комнату Тут картина довольно жуткая Это рабочая комната Одного из немедленных Специально прибывшей за границей Тропического мавра Сам он красавец С бронзовым лицом Черными волосами И большими веселыми глазами Стоит у стола И начиняет бомбы С таким преспокойным видом Как будто стол перед ним Завален не страшным орудием смерти А картошкой Или артишоками Некоторые бомбы Напоминают своей формой Плоды этого рода А ведь только одно Неосторожное движение И все кругом будет сметено Ураганом разрушения Слова о христианстве Они слушают охотно Ибо чувствовали в нем Та же протез духа против материи Свободы против необходимости По их словам Мы с ним расходим Столько способов Дозрешения свободы личности Пользуясь их радушным приглашением Я зашел еще раз В этот же клуб Немедленных социалистов Теперь ощущалось Во всех их какая-то нервность Словно они готовились К чему-то решительному Меня встретили сухо А некоторые и подозрительно Передали какому-то румыну И он повел меня наверх Я вижу, что он мне не доверяет И во время моего рассказа Зорко в меня осматривается Вдруг он вынимает Маленький никелевый револьер Кладет на стол И хлопнув по него рукой С холодным спокойствием Энергично спрашивает меня Цель вашего прихода, товарищ Цель, вот она Решил я ответить ему Игрой слов Чтобы рассеять его суровость Протянул руку за пазуху Лишь потом и оценил Всю опасность Моего жеста Я дал ему брошюру Цель Христианских студенческих кружков Он повертел брошюру Ваши товарищи Говорю я Пригласили меня зайти И порассказать о нашем кружке Я захватил нашу литературу Видите ли Вы попали в неудачное время Мы переживаем Очень серьезный момент А штучка интересная Говорю я Указа на револьвер Имея вид Маленькой Никелевой Зажигалки Да интересная Бьет на 200 шагов Без промаха Хотите становитесь Я вас сниму Сказал Не то шутя Не то стращая Нет уж Я вам и так верю В общем я чувствовал Что наш разговор Словно скользит По лезвию бритвы Скажешь одно неосторожное слово И вмиг обратишься Из собеседника во врага В шпиона С которым говорить Надо лишь посредством Стального дула Оказалось Что в предстоящую ночь Назначена была Советской властью Генеральная облава На анархистов В Москве Я в тот вечер Уезжал из Москвы В Тулу Для чтения лекций По приезде Я узнал Что все 19 особняков Занятых Анархистами Были Разгромлены На сером 1918 года Они кидались бомбами Головами Игрались Как буйная вольница Народного Былинного героя Васьки Буслаева Слава тебе Боже наш Слава тебе Слава тебе Слава тебе Слава тебе Слава тебе